Заседание клуба «Диалог», посвященное столетию образования Белорусской Советской Социалистической Республики, началось с книжной выставки «День в истории Родины». Брестская городская библиотека представила печатные издания разных лет, в которых отражены главные вехи становления белорусской государственности. Мы на этих мероприятиях воспитываем молодежь, наше подрастающее поколение. Пусть помнят, что на прочном фундаменте прошлого строят прекрасное будущее, светлое, так как сейчас развивается наша Беларусь, наш город Брест, просто как бутон розы распускается, особенно в этот предновогодний праздник, к тысячелетию мы видим, какой он прекрасный. Мгновения спрессованы в года, мгновения спрессованы в столетия. Так назвали свое торжественное заседание активисты клуба ветеранов войны и труда «Диалог». Для них история страны неразрывно связана с собственной жизнью. Поэтому вдвойне приятно в канун такого знакового для страны юбилея получить почетные грамоты от руководства Ленинского района. Очень хорошо, что сегодня в этом зале будет и молодежь, будут и ветераны, потому что вот эти сто лет – это тоже частичка их жизни. Они строили наше государство, они строили наш город, они передают, наверное, в своих выступлениях в кругу школу, наш клуб «Диалог» передают то, что они мудрость и опыт, которые нажили за эти годы. Одна из целей этого клуба «Диалог» – это вот эта связь между настоящим, прошлым и будущим за счет, наверное, как раз примеров, личных примеров, примеров из жизни достойных людей. Сегодня слова благодарности звучали для разных людей, но объединяет их одно – любовь к стране, городу, району. Каждый из них внес и продолжает вносить свой клад в процветание Беларуси. Одни олицетворяют воинскую доблесть, другие – трудовую гордость, а кто-то – талантливую современность. Каждый из горожан – маленькая часть большой истории великой страны. Нашему народу пришлось пройти через многие испытания, тяжелые годы. И, наверное, самое главное, что в результате этого нелегкого пути мы имеем сегодня на международной арене суверенную независимую Беларусь. Ирина Ольшова, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.